При помощи специальной автовышки рабочие наносят слой грунтовки на металлическую опору навеса. Сам каркас значительно укрепили. Впереди финальное окрашивание и настил кровли в белосиних цветах клуба. Обновленные навесы – только первая часть общей реконструкции центрального городского стадиона. Помимо них, арена получит новые вышки освещения, построенный с нуля универсальный спортивный манеж и самое главное – новое покрытие футбольного поля. Современный газон из натуральной травы будет прошит пластиковыми вставками и получит передовые вспомогательные системы. Это в первую очередь, конечно же, дренажная система. Сейчас на поле, действующем поле, не очень хорошая дренажная система. То есть после крупных дождей мы стараемся поле вообще не трогать, абсолютно ничего, потому что очень поле продавливается, вода плохо уходит. Второе – это, конечно же, полив, современный полив, когда наши работники зеленого хозяйства смогут с планшета управлять точечно зонами, где нужно именно полив сделать. Сейчас этого нет. Сейчас мы поливаем. Если поливаем, то только со шлангами, грубо говоря, стараемся поливать те зоны. И второй момент – это, конечно, согласно нормам УИФА, поле должно иметь подогрев. Поле будет иметь подогрев, который просто нужен для как раз, чтобы в дальнейшем проводить здесь мероприятия всероссийского, а может, возможно, мирового масштаба. Новый современный натуральный газон, несомненно, повысит качество и скорость игры, что однозначно должно сказаться и на зрелищности. Но замена покрытия станет уже завершающим штрихом в процессе реконструкции всего спорткомплекса, ориентировочно в следующем году. Будет заметна существенная разница между современными полями и полями, можно сказать, прошлого века, так как это более прошлый век поле. А современные поля, они, конечно, очень сильно отличаются от предыдущих поколений. С боковой стороны арены, напротив недавно построенных полей для мини-футбола, идет процесс возведения универсального спортивного манежа. Работы по обустройству фундамента уже закончены. Строители приступили к монтажу металлического каркаса. Согласно проекту, объект должен быть закончен в начале мая. Манеж будет обладать современными инженерными и мультимедийными системами. Установлена вентиляция, установлен обогрев, установлено все оборудование, звука, видео, все, чтобы проводить здесь и соревнования, и наши, севастопольские, но и также можно проводить здесь и другие соревнования более крупного масштаба. Данный стадион внесен в реестр спортивных объектов, что позволит нам проводить и все российские соревнования в данном манеже. На стадионе уже обновили систему безопасности. На входе стоят рамки металлодетекторов. По всему периметру установлены около 40 камер видеонаблюдения. В целом система приведена к современным стандартам безопасности на подобных объектах массового скопления людей. Вандализм и хулиганство футбольных фанатов уходят в прошлое. Установлена система видеонаблюдения, фиксирующая при входе сразу же всех лиц, которые занесены в базу данных по каким-то правонарушениям. Также любое видеофиксируется, каждое сидячее место. То есть любое административное правонарушение мы можем видеть, зафиксировать. Общая стоимость реконструкции составит более 150 миллионов рублей. Все объекты, за исключением нового футбольного газона, будут закончены в текущем году. В настоящее время в чаше спортивно-оздоровительного комплекса проводятся только домашние игры «ФК Севастополь». Тренируются моряки на стадионе «Колос» на сахарной головке. Городские власти планируют доработать это поле под Севастополем, чтобы принимать на нем официальные матчи во время реконструкции покрытия на главной городской арене. Николай Кузнецов, Александр Устич, Севинформбюро.